Привет, зрители! Я продолжаю свое знакомство с косметикой Мальдив Дримс. Мальдивские мечты. Это у нас кокосовое масло с витамином Е по запатентованной формуле, добываемая уникальная технология холодного прессования копры спелого кокоса. Срок годности у него 24 месяца и дата изготовления это как раз вот этот срок годности. И после вскрытия он живет тут 12 месяцев. Пришел с хорошим сроком годности. Это, кстати, напомню тебе российская косметика, от которой я уже пользовала и до сих пор пользую. Масло-активатор для роста бровей и ресницы. Я ела одну фигню, думая, что это полезная фигня. И у меня как-то и ногти стали хуже, и ресницы даже внезапно. Но вот я мажу сейчас пока брови, по большей части, иногда ресницы. В основном ночью, на ночь. А тут я решила попробовать такое масло. Артикул будет в инфобоксе. Сейчас я при тебе его вскрою. Оно пришло вообще на Вайтберис. Как бы можно заказать на Вайтберис это. Пришло оно в крафтовой коробке. Но коробку я оставила на базе выдачи, потому что вот как-то мне ее было некуда всувать особо. И особо роли она не играет. Оно, смотри, зафольгировано. То есть, как бы, не боишься тут. Ты будешь первооткрывателем, скажем так. Сейчас я это ногтем подцеплю. На упаковке есть рецепт. Можно, допустим, смешать с солью, с сахаром это масло, или с молотым кофе и сделать натуральный скраб. Можно использовать как маску для волос. Оставив на волосах на час или два, а потом смыть шампунем тщательно. Можно даже на ночь нанести на волосы. Я вот хочу попробовать так сделать. Потому что я, как бы, давно пользовалась кокосовым маслом. Просто вот пищевым на волосы наносила. И вот теперь я знаю, чем отличается косметическое от пищевого. Тут токоферол, то бишь витамин Е, арома. И как раз вот это масло кокоса специального отжима холодного. Так, и тут 500 грамм. Сейчас я скажу, маску можно повторять процедуру один-два раза в неделю. Это когда на волосы на ночь или на час-два наносить. Потом можно использовать, естественно, как после загара, как масло для тела, как масло при массаже. Можно на ногти, на руки. Просто вообще как бы, как обычное кокосовое масло используешь. Вот, там фольга и пленочка у меня. А, вот, получилось открыть. Но оно, как кокосовое масло, при температуре выше 25 и уже становится жиденьким. Оно мягкое, потому что у меня в комнате где-то вот примерно так и есть. Нежный такой запах кокоса. Не такой яркий, как бывает у нерафинированного кокосового масла. Допустим, вот я с пищевым сравниваю. А именно такой нежный. Между запах такой вот у рафинированного нет запаха у кокосового масла. Не запаха, а по большей части не вкус. У меня потому что сейчас и тут примерно, и другое есть. Ну, для готовки на кухне. У нерафинированного такой яркий запах кокоса. А тут такой чуть заметный, очень нежный. Я хотела что-нибудь себе, потому что у меня как бы ногти, я уже сказала, что стали портиться, ломаться. На одной руке вроде как более-менее еще ничего, на второй уже сейчас, так как я перестала эту гадость есть. Восстанавливаются, но все равно не настолько хорошо. И вот масло кокоса для ногтей очень полезно. Я раньше себе делала такие, востом для ногтей, еще что-то. Что-то я обленилась, а покупаю все готовое. И руки хорошо увлажняют. Я его несколько дней на себе протестирую. Ну и потом допишу обзоры. Тут советуется провести небольшой тест на аллергию на совместимость кожи. На всякий случай, ну мало ли что у кого. И еще раз напомню, что это российская косметика. Можно вот тут купить на Амазон, на Вайдберис, на Озон. 12 месяцев после вскрытия. Я его так вскрыла тут. Тут немножко просто на этой фольге есть. Можно нос помазать. Вот. Так что советую тебе ролик досмотреть до конца. Ну и узнать мое мнение. Но пока что мое мнение. Вот от первого буквально сейчас применение очень хорошее. Мне оно нравится. Ноготочки у меня блестят. Надеюсь, что будет. Даже оно им поможет залечиться. И вот уже несколько дней я тестирую это масло. Сейчас оно у меня на лице. Я наносила маску для лица с черной глиной от Молкомолка. Смывала ее. Это отдельный ролик. Можешь глянуть, если интересно. И вместо увлажняющего крема решила тестораде насти вот это кокосовое масло косметическое. Ну, вот в принципе. Но, конечно, еще не успела до конца впитаться. Но что хочу сказать. Я ему просто воду хочу превознести. Я, конечно, понимаю, что это все я могла бы сделать сама. Но у меня в последнее время как-то очень загружено все получается. Что свободного времени на изготовление своей косметики совсем нет. Масло. Я мазала свои ногти, которые в не очень хорошем состоянии. И вот даже после первого применения уже было видно, как пригладилось. Потому что у меня как-то они отслаивались. Особенно вот на этом пальце было у меня, на ногте было очень видно. Остальное уже как-то более-менее подзажило. И оно приглаживает. На ноготь как бы лучше себя чувствуешь. Но впитывается, соответственно. Не зря вот делают воск какой-нибудь кокосовым маслом в составе. На основе пчелиного воска. Я даже думаю, может потом на основе этого масла сделать какой-нибудь воск себе. Добавить туда пчелиного воска. Еще что-то. Будет экологически чистый, скажем так, продукт уходовой косметики. Я им мазала руки, я им мазала тело. Я делала маску для волос, держала 2 часа. Смывала, конечно, шампунем, кстати, от Велинии. Два раза намыливала, потому что за один раз это все не смогло смыться. Но волосы были мягкие, чистые на ощупь. Вообще где-то двое суток я с ними ходила. И вот сегодня я вот только что еще помыла голову. Как раз тоже Велинии, кстати. Отдельное видео, можете глянуть. И что хочу сказать. Реально хорошее косметическое кокосовое масло. Я одно время использовала вместо косметического кокосового масла обычное кокосовое масло, которое покупаю, чтобы в еду добавлять, потому что оно как бы и то и другое. Но тут еще оно обогащено витамином Е. Это токоферол. Ну и вот само какой-то ароматик такой кокосового масла. И уникальная технология холодного прессования кокосового кокоса. Мне вот само вот это интересно стало. Такая баночка приличная. Целых сколько тут? Полкило, пятьсот грамм. И да, вот можно использовать как масло для тела, для увлажнения кожи, для массажа. И да, тут советуется сделать скраб. У меня как раз был сухой скраб, который мне как-то присылала, кажется, подписчица Света на затест. Но в сухом виде он как-то у меня не проникся. Я думала сделать с ним какой-нибудь скраб на мыльной основе или какой-то еще. И вот внезапно, благодаря этой баночке, именно Мальдив Дримс узнала, что можно просто на основе кокосового масла сделать скраб, добавив туда соль, сахар, либо кофе молотый. Вот тут как раз такой вот сухой скраб в основе кофе молотого, кофейных скраб. Сейчас он жиденький, потому что я подержала на солнце баночку специально, чтобы залить сюда уже жидкое масло. Постепенно начинает густеть. И вот сегодня-завтра я хочу его попробовать на себе. Соответственно, тоже потом скажу свое мнение. Может быть, даже отдельно. Ну и артикул в инфобоксе я оставлю на это масло. Ссылку на группу ВКонтакте тоже оставлю. У них, по-моему, тоже, ну как я видела, аккаунт в Инстаграм от Мальдив Дримс. Ну и зритель, если ты сам пользовал это масло, просто дай мне знать в комменты, потому что мне лично оно очень понравилось. Я читала о нем восторженные отзывы. Ну как бы это одно дело, когда ты читаешь эти восторженные отзывы, а другое дело, когда ты сам это используешь. И я сначала хотела сделать шорс, но у меня еще, кстати, масло от Мальдив Дримс Активатор в монтаже будет потом отдельно, тоже в видео. Ну и я решила в этот раз ограничиться просто обзорным видео. В общем, мне масло очень нравится. И можно, в принципе, заменить и крем для лица, и лосьон для тела. Хотя я лосьонами для тела редко пользуюсь, но у меня иногда бывает, что кожа стянутая, и мне нужно. Крем для ног, крем для рук можно использовать как маску для волос. Я раньше когда-то давно использовала так вот. Как маску для волос, как ногти увлажнить, привести в порядок. Можно использовать как составляющая какого-то косметического средства. Ну, как обычная кокосовая мата, только еще обогащенная витамином Е. Очень мне он понравился. Сейчас оно у меня в такой средне-жидкой консистенции, потому что было на балконе там тепло, и у меня и на кухне-то, в принципе, не холодно. И у него хорошие срок годности. Во-первых, 24 месяца вообще у него срок годности. Ну и 12 месяцев после вскрытия. Это, считайте, целый год еще можно использовать. Очень классно. Я в полном восторге. Вот лично мое мнение. Я вам это очень советую к приобретению. Хорошая и вот цена, качество. Реально так вот хорошая вещь. Всем спасибо за просмотр. Ну и если вы хотите поддержать мой канал, то где-то будет облачко. Если хотите подписаться на бусте, то тоже где-то будет облачко. Если хотите что-то написать в комментах, даже не с темой ролика, связанной, я вам просто поставлю сердечко, возможно, даже отвечу на комментарий по времени. И да, если вы что-то использовали от Мальдив Дримс, то дайте знать в комментах. Будет интересно почитать. Для меня вот Мальдив Дримс – это второй продукт, который я использую, который я на себе тестировала, и который мне очень нравится. И да, это русская фирма, если что. Сделана в России. Сделана качественно. И всем пока! Пока!